Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Перед классом». Лента основана на реальных событиях. Как только дети не обзывали 12-летнего Брэдли Коэна, чаще всего психом, а хулиганы при первой же возможности нападали на него. Всё из-за нервных тиков, которые не давали Брэдли спокойно жить, а учителям вести уроки. Впервые Брэд стал издавать странные звуки и дёргаться в 6 лет. Врачи говорили, что мальчик их перерастёт. Уже взрослого Брэда остановил полицейский за превышение скорости. Мужчина решил, что перед ним пьяница. Брэд объяснил, что у него синдром Туретта, а в этот город он приехал, чтобы стать учителем. Коп только рассмеялся, услышав такую глупость. Сначала Брэду нужно пройти собеседование. Выпускник с прекрасными рекомендациями. Брэд убеждает женщину, что синдром Туретта никак не помешает ему преподавать. Если детям всё объяснить, они поймут, что это, и перестанут обращать внимание на его тики. В Брэда поверили. Теперь ему нужно переговорить с директорами школ. Сосед по квартире Рон передал парню, что звонил его отец. Батя всегда был уверен, что мальчик в любой момент может перестать дёргаться. Мол, всё это решается при помощи самоконтроля. Пацану просто не хватает дисциплины. Вместе с младшим братом Джеффом они помогали маме в её магазинчике. Подруга предложила Эллен вызвать для её сына колдуна, чтобы изгнать из него беса. В ответ подруга была послана куда подальше. После общения с Брэдом, психолог пришёл к выводу, что его нервные тики вызваны разводом родителей. При этом мальчик пытается угодить и матери, и отцу. Например, ради папки он стал играть в бейсбол. Однако Брэда это не спасло от раздражения и гнева его отца. Знаешь, что будет здорово? Хотя бы один день без твоих выступлений. В машине Норман сообщил сыновьям, что отныне у них будет две мамы. Но рассказать о своей новой женщине ему помешал сын. К этому она сказала? Я сказал, хватит! Хватит! Как бы мальчик не пытался убедить папу, что он не способен себя контролировать, тот не верил ему. То же самое касалось и учителей. Миссис Вилкинс вызвала Брэда к доске и назвала его клоуном. Якобы хулиган мешает детям заниматься, и он должен извиниться перед одноклассниками. Ты обещаешь никогда больше не издавать эти глупые звуки? Как только мальчик сел на место, он снова непроизвольно квакнул. Заплаканного ребенка отвели к директору и вызвали его маму в школу. Но женщина не собирается выслушивать идиота, который считает, что ее сын просто бунтует. Эллен решила попробовать найти ответы в библиотеке. Брэда пришлось оставить на улице. Его все равно бы оттуда выгнали. Женщина стала самостоятельно изучать медицинскую литературу. По ее мнению, психологи что-то упускают. Так Эллен узнала о синдроме Туретта. К сожалению, лекарства от этого расстройства так и не изобрели. Первым делом мальчик позвонил отцу, чтобы рассказать ему, что он и правда не притворялся. В конце концов, отец поверил мне. Но он так никогда и не поверил в меня. После первого собеседования Брэду пообещали перезвонить. Парень понимает, что этого не произойдет, но не собирается сдаваться. Так же, как не сдавалась его мама. Эллен привезла сына в церковь, чтобы он встретился с группой поддержки. Людьми, которые также страдают синдромом Туретта. Брэд никогда не встречал таких, как он. Кто-то топал ногой и кашлял. Кто-то визжал и дергал носом. Брэд осознал, каким его видят другие люди. Правда, главный вывод, который сделали для себя мальчик и его мама после собрания. Он не должен быть как они. Потому что все эти люди не ходят на работу или в школу. Они запираются у себя дома. Брэд не станет затворником. Он будет жить полноценной жизнью. И это называется группа поддержки. И в чем поддержка? В том, чтобы спрятаться до конца своей жизни. В 12 лет Брэд решил, что не даст синдрому себя победить. С тех пор он встречает трудности с высоко поднятой головой. К сожалению, пока что ему не удается убедить директоров. Рон просит соседа отвлечься и сходить с ним на двойное свидание. Тем более, Дебора уже знает о его проблеме. Девушка хорошо проводит время в компании обаятельного парня. Вот только на него пялятся типы за соседним столиком. Я уже не раз ловил такой взгляд. Он думает, как бы мне научиться издавать такие же крутые звуки. Они с Деборой договорились о втором свидании. Но Брэд уверен, что оно никогда не случится. Его каждый раз динамят. Зазвонил телефон. Брэд надеялся, что это Дебора. Но на другом конце провода был его отец. Норман не верит в то, что сын сможет стать учителем. Он предложил Брэду работать в его строительной фирме. В средней школе лучше не стало. Хулиганы продолжили донимать Брэда. А учитель, не раздумывая, отправил нарушителя порядка к директору. Однако, вместо того, чтобы отругать Брэда, суровый на вид мужчина предложил ему посетить концерт школьного оркестра. Мальчик боялся, что испортит выступление. В общем, так и произошло. На него шикали весь концерт. После директор Майер попросил нового ученика подняться на сцену. Мистер Майер позволил мальчику рассказать о синдроме Туретта и о том, что он не способен себя контролировать, о том, что от этой болезни нет лекарств. И издавать эти звуки Брэду нравится еще меньше, чем другим их слышать. Что мы можем сделать, чтобы помочь тебе, Брэд? Я просто хочу, чтобы со мной обращались, как со всеми. Директор подмигнул парню и предложил вернуться на место. Все дети ему зааплодировали. Мистер Майер тогда очень помог мальчику. Во время следующего собеседования, директор подумал, что Брэду что-то попало в горло. А узнав, что у него синдром Туретта, мужчина поставил под сомнение способность учителя преподавать. Ведь дети будут над ним смеяться. Вот если бы он переставал так делать, хотя бы в классе. На этот раз у Брэда сдали нервы, и он сам покинул кабинет. В машине бедолага горько заплакал от своего бессилия. Все эти годы Брэда поддерживала мама. Она уверена, что сын обязательно найдет подходящую школу. Брэд собрался объездить все учебные заведения в городе и поговорить со всеми директорами. Ему нужна эта работа. Но пока что, чтобы не умереть с голоду, Брэду придется поработать на своего отца. С самого детства с ним пыталась сблизиться мачеха Диана. Вот и сейчас она приехала, чтобы поддержать парня. Женщина уверена, что Брэд обладает даром учить. И не вопреки синдрому Туретта, а благодаря ему. Наконец Брэду перезвонили. Приняв его сначала за собаку, учителя пригласили в школу на собеседование. Парня встретили очень радушно. Брэд рассказал, что именно его учителя вдохновили его стать таким учителем, какими они никогда не были. Учителем, который поможет ребенку, даже если он не такой, как все. Они проговорили целых два часа. Брэду очень хотелось бы работать именно в этой школе. И ему снова перезвонили. Молодой специалист встретился с другими учителями. Конечно же, были среди них и те, кто не поверил в способность Брэда преподавать. Ему снова пришлось ждать, пока директор поговорит с другими претендентами. Брэд сходит с ума от долгого ожидания. Он срывается и на отце, и на соседе. К Брэду приехал младший брат Джефф. Он пригласил его поиграть в гольф. Посторонние звуки мешают другим игрокам. К братьям подошел администратор и попросил Брэда покинуть поле. Но игроки заступились за него. Оставь парня в покое, все в порядке. Эй, парень, присоединишься к нам? Однако администратор пригрозил, что вызовет охрану. И братьям все-таки пришлось уйти. Джефф на время отвлек Брэда от его переживаний. А как только он уехал, нашему герою перезвонили из школы. Директор сообщил Джеффу, что его приняли на работу. Парень будет учить второклассников. Другие учителя взяли над новичком шефство и помогли ему освоиться. Мама порадовалась за сына и поинтересовалась, есть ли в этой школе хорошенькие учительницы. Брэд сам заинтересован в том, чтобы найти вторую половинку, поэтому зарегистрировался на сайте знакомств. Ему приглянулась 22-летняя Нэнси. На свидании девушка волнуется не меньше Брэда и, кажется, ее совершенно не беспокоит особенность ее собеседника. Они отлично провели время вместе, но Брэд не решился пригласить девушку на второе свидание, хотя она этого явно ожидала. Нэнси сама ему написала, так и начались их отношения. Теперь Брэду необходимо познакомиться со своим классом. Он обустроил помещение и встретил учеников в пиратской шляпе. Чокнутый Первым делом Брэд предложил детям задать вопросы о синдроме Туретта. Так они узнали, что болезнь не заразна, и вылечить ее пока что никто не может. Брэд может кушать и ходить в кинотеатр, хоть его оттуда постоянно выгоняют. Но вот чего точно не может делать мистер Коэн, это играть в прятки. Вредный Томас обозвал учителя чокнутым, а на перемене пристал к однокласснику-очкарику. Коллега посоветовала спихнуть проблемного ученика в класс коррекции, ведь у него синдром дефицита внимания и тревожность. Но Брэд уверен, что сам справится с хулиганом. Когда парень не учил, он проводил время с Нэнси. Да, у него синдром Туретта. Зато, по словам девушки, он не эгоист, умен и способен ее рассмешить. Брэд узнал от маленькой Аманды, что отец собирается перевести ее в другой класс. Мужчина решил, что такой учитель будет мешать ей сосредоточиться на уроках. Но на уроках мистера Коэна так интересно, что девочка теперь подсматривает за старым классом через дверь. Брэду даже удалось найти подход к хулигану Томасу. Учитель узнал, что у его любимицы Хизер Рак. Маленькая девочка прямо сейчас проходит химиотерапию. Брэд собирается получить степень магистра. Во время прохождения теста ему должны были выделить отдельную комнату. Но ему не предоставили специальных условий. Брэд отказался сдавать экзамен со всеми, ведь из-за него никто не сможет сосредоточиться. На выручку пришел отец и пригрозил администрации судом. Брэд все-таки получил отдельное помещение. К сожалению, синдром мешает не только окружающим, но и самому Брэду. Из-за этого он не успел закончить тест вовремя. Аманда все время сбегает из своего класса и пытается проникнуть в класс молодого учителя. Брэд застал Томаса, когда тот обрисовал дверь в туалете. Парень оставил хулигана после уроков и показал, каково оно читать с синдромом Туретта. Давным-давно... Давным-давно жил был... Чешется. Чешется немного, да? Так что Томасу намного легче читать, чем его учителю. И он не должен стесняться читать вслух. Брэд проследит, чтобы мальчик получил тот же объем знаний, что и остальные ученики. Брэд привез Нэнси домой в родной городок, чтобы познакомить ее с мамой и остальными родственниками. Там он впервые признался девушке в любви. Но парень беспокоится, что однажды Нэнси достанут его Тики, и она захочет уйти от него. Однажды маленькая Хизер больше не смогла прийти в школу. Все дети захотели поднять ей настроение и написали однокласснице письма. Через несколько недель девочки не стало. Одноклассники с родителями приехали в церковь на службу, чтобы проститься с Хизер. Только Брэд остался снаружи, чтобы не испортить службу своими Тиками. Но его попросила войти мама Хизер. Любимый учитель девочки сел рядом с ее родителями. Однажды к школе подъехала знакомая Брэда, дальнобойщица Максин. Детишки были о ней наслышаны, и выбежали на улицу, чтобы залез на грузовик. В это время работу молодого учителя оценивал инспектор, который с недовольным видом делал пометки в своих записях. С Брэдом контракт заключили всего на год, и он боится, что его могут не пригласить на следующий учебный год. Отец наконец признался, что нередко стеснялся быть сыном в людных местах. Он привык все контролировать в своей жизни, но никто не способен контролировать синдром Туретта. Также Норман переживает, что это расстройство, возможно, появилось именно из-за него. Мужчина сделал новые шкафы для школьной библиотеки, и подарил сыну каску, чтобы она пополнила его коллекцию шляп. Эй, класс, это мой папа! Здравствуйте, мистер Коин! Привет! В классе Брэда ждали все учителя и директор. Оказалось, что в результате проверки он был признан учителем года среди преподавателей-новичков во всем штате. На банкете Брэд так разволновался перед своей речью, что долго не мог справиться с Тиком. Молодой человек поблагодарил семью, друзей и коллектив. Отдельно Брэд отметил своего самого верного спутника, свою болезнь. Она научила его не останавливаться и не сдаваться на пути к своей мечте. Ни в работе, ни в игре, ни в любви. Субтитры создавал DimaTorzok